Добрый вечер! Это программа «После условия». Меня зовут Ольга Павлова. В Екатеринбурге, ко дню рождения города, к 291-му дню рождения Уральской столицы, где впервые объединены все генпланы Екатеринбурга. Издан такой специально большой каталог, который собрали документы с 1723 года по 2025 год. И вот эти генпланы транслируют, собственно, то, как хотели обустроить наш город первые его жители. Вот что им удалось и каким станет Екатеринбург. Мы решили поговорить с создателем и архитектором Эдуардом Кубенским. Эдуард, добрый вечер! Здравствуйте! Ваши вопросы нашему гостю отправляйте по телефону 222-00-41 для абонента «После условия». Итак, вы собрали воедино впервые, представляли общественности все эти серьезные главные документы города, по сути. Что вы увидели? Удалось ли реализовать все свои планы тем, кто делал первый генплан в каком году? В 1723 году? Да, все генпланы, я думаю, что собрать очень сложно, потому что их, мне кажется, около больше 50. Если, если, чертежи города. Всего за всю историю, насколько мне память не изменяет, было разработано порядка пяти генеральных планов. Три из них в 20 веке и два, в 18-м и самый первый генеральный план, план завода. Екатеринбург вообще планировался как идеальный город. И вот эта наша регулярная сетка улиц, западно-восток, северно-юг, она вот, как в Манхэттене, да, транслирует эту идею идеального города. Это фантастика! Я была потрясна, когда увидела действительно настоящий Нью-Йорк. Это такая геометрия идеальная. Она сохранена? Конечно, жизнь вносит свои коррективы, особенно большие коррективы жизни слава во время Великой Отечественной войны, когда были эвакуированы порядка 40 заводов, и они тут же расформировались, тут же строились. И никто, конечно, не думал о генеральном плане. Но мне кажется, идея генерального города, ой, идеального города, она жива в умах, в сердцах наших жителей. Ну, по крайней мере, в моем сердце наш город воспринимается именно как идеальный город. И я думаю, что каждый из жителей хотел бы жить в идеальном городе. Мне кажется, нам есть к чему стремиться, и главное, есть фундамент. В чем особенность Екатеринбурга и вот этих документов, которые вы обнародовали, представили общественности? Все-таки это город-завод в первую очередь. Наверное, это во многом предопределило и какие-то наши преимущества и недостатки. Ну, я думаю, что мы вот как раз сейчас находимся на таком этапе, когда мы переживаем ситуацию отхода от этого понятия город-завод. И вот генеральный план, который разработан был в 2004 году, до 2025 года, его девизом были слова «от города для завода к городу для человека». И вот спустя 10 лет, можно сказать, что, ну вот, наверное, мой сын может сказать, что, конечно, это не город-завод. Это, скорее всего, крупный торговый, логистический, да, узел. И это вот, это уже чувствуется просто кожей, да, скажем, ощущается. К чему сейчас стремится уральская столица в этом плане? Ключевые какие-то тенденции? Может быть, исходя из генпланов последних десятилетий? Ну, мне кажется, вот вектор стремления, он был всегда, и вы вот в вопросе сразу же заложили ответ. Нет, наш город, мне кажется, стремится к столице. Да, он всегда хотел быть столицей, он закладывался как столица. И, мне кажется, большинство горожан видит его именно как столицу. А мне кажется, большинство горожан и всех других городов хотят свой город видеть столицей, нет? Ну, наша столица – самая столица. Это стремление не характерно жителям Екатеринбурга, как вам кажется? Нет, я думаю, что характерно. В особенности? Характерно, да. Я думаю, что мы, наверное, все-таки больше хотим сделать из города… Мы хотим подсознательно все уйти от этого завода, да, и хотим сделать город удобный для жизни. Вот то, что я как раз называю идеальным городом в сегодняшнем понимании. Вы говорите все время «мы». Вот активность горожан, вообще активность населения в вопросах формирования городской среды, насколько большую роль она играет? Очень большую. И в городе Екатеринбурге, мне кажется, одна из самых активных общественных позиций. В таком случае, почему одни вопросы как-то особенно привлекают внимание общественности? Ну, давайте за последнее время тот же снос краснознаменной группы, да, какую бурю эмоций в горожанах, сколько точек зрения, сколько обсуждений, дискуссия длилась, больше год длится до сих пор. Вот эта тема затронула. А, скажем, та же громкая история с пассажем как-то общественность оставила, ну, можно сказать, равнодушной. Ну, мне кажется, вообще, любой житель, да, который, тем более, прожил здесь, ну, не знаю, большую часть своей жизни, он, конечно, очень болезненно относится вообще к любому сносу. Ну, и, но при этом, я думаю, что все понимают, особенно люди, которые вкладывают в этот город, они понимают, что город должен строиться, город должен расти, да. И понятно, что в центре города земля очень дорогая, и ее нужно использовать максимально эффективно, чтобы бюджет города рос и так далее и тому подобное. Вот, но есть такие ситуации, когда, мне кажется, это, эти деяния по сносу зданий, да, маленьких, стареньких, возможно, не той, не тех площадей, это, по сути, деяния преступные. Потому что, вот, в одном из интервью, когда сносили пассаж, я говорил о том, что снос пассажа делает нас всех бедней. Потому что, вот, те перспективы, которые дает новый торговый центр, он дает, мне кажется, перспективы такие, как бы, близкие, да, близкая отдача. Но город же, он рассчитан все-таки не на пять, не на десять лет, на сотни, да, лет. И, возможно, тот объект, который мы теряем, да, будь то пассаж, будь то деревянный домик, будь то та же самая краснознаменная группа, которая многим, кажется, не так интересна, может быть, да, с той статистической точки зрения. Нужно все-таки для этих всех объектов какую-то выдержку времени устраивать. Мне кажется, что касается краснознаменной группы, людей, может быть, вот так возбудило не сам факт ее сноса, да, а, ну, демонтажа, назовем это, деликатней. Потому что не спросили их мнение. И это очень здорово, по-моему. К вопросу о сносе зданий. Ну, вот смотрите, здесь такая тонкая крайня. Вы же правильно говорите, что город должен развиваться, приносить деньги, площади, их стоимость. Ну, мы же, в конце концов, не Рим пока, да. И если там на каждом углу стоит колонна, которой две тысячи лет, у нас зачастую какой-то... Я не архитектор, может, сейчас на себя, конечно, гнев какой-то части профессионального сообщества навлеку, что называется. Вот этот маленький домик, ну, может быть, наверное, как-то снесен, демонтирован, чтобы здесь появился какой-то большой логистический узел, центр. Ну. И что-то заработало и стало приносить деньги. Где вот эта грань? Да, я думаю, что я могу вас успокоить. Мне кажется, все, что можно было снести в городе Екатеринбурге, уже снесли. И в последнее время, за последний год, мне кажется, вообще мало каких-то таких сносов происходит. И не случайно, видимо, потому что, ну, как-то это вот как-то утряслось. И, видимо, общественники активную позицию занимают, и профессионалы стали как-то более трепетно к этому относиться. Я вот даже в одном из своих постов в социальной сети предложил такую идею. Неплохо было бы всем владельцам высотных зданий взять шерство хотя бы над одним маленьким домиком. И мне кажется, это такой красивый такой жест, который бы примирил все стороны и общественников, и инвестиций, да, так скажем, и облик города тоже. Вот смотрите, мы очень много, возвращаясь из путешествий, мне кажется, это стандартное такое, я не знаю, отношение к родному городу, особенно после того, как ты побывал в каких-то городах европейских, мы говорим о том, как там чисто, как там красиво. Как мне кажется, здесь ключевой вот такой показатель любви или не любви к городу, вот это как раз такие параметры комфорта. То есть наше психологическое и физическое даже здоровье зачастую зависят вот от этих вещей, от этой городской среды. И мне кажется, проблема Екатеринбурга как раз в таких моментах, экологических, транспортных, не самой даже красоты зданий, как вам кажется? Вот если расставлять. Да, я с вами полностью соглашусь, потому что человек должен ощущать комфорт вот как бы как-то со второй кожей, то, что вот буквально там в метре от него, да, чтобы у него в нужном месте стояла скамейка, да, чтобы в нужном месте он мог найти урну, чтобы велосипедиста вон тротуаре не давил и точно так же лезть под колеса автомобиля. То есть для этого на самом деле вот в том же Берлине, например, да, вот я в прошлом году был, и там есть регламенты, как строить новую улицу, как реконструировать улицу. То есть если ты строишь новый квартал, то ты строить должен уже по определенным правилам. То есть у тебя должна быть велодорожка, у тебя должны быть библиотека элементов благоустройства, у тебя должна быть дорога нужной ширины и так далее и тому подобное. А у нас какой-то другой механизм? Если ты делаешь реконструкцию, то то же самое. У нас просто на самом деле нет таких регламентов. И эти регламенты очень важно разработать как можно быстрее. И чем быстрее они появятся, тем быстрее, мне кажется, мы начнем превращаться в такой комфортабельный, именно комфортный город. Возвращаясь к роли населения, формирования городской среды, ну вот что, по-вашему, может сделать каждый житель, чтобы в Екатеринбурге вот так вот хорошо жилось? Это ведь не только прерогатива архитекторов и профессионалов. Мы об этом с вами говорим. Ну, конечно, да. Ну, в первую очередь, если говорить просто о жителе, конечно, они должны мусорить, наверное, и от этого город просто будет чище. А вообще я бы предложил профессионалам и обычным жителям объединиться на такой площадке, которую я тоже пытаюсь предложить уже вот несколько лет проектировщикам. Сделать генеральный план города Екатеринбурга в макете, куда могли бы прийти и горожане, и профессионалы, и на фоне этого макета пообщаться и увидеть, каким город можно быть, и какой он сегодня есть. Спасибо большое, Эдуард. Я надеюсь, мы однажды встретимся за таким макетом и обсудим варианты развития Екатеринбурга. Благодарю нашего гостя. Эдуард Купенский, архитектор и издатель, был сегодня в программе «Послесловие». Вам хорошего вечера. С наступающим днем города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова